Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Осень. Пара перемен. Продолжается благоустройство курорта. Привычный детский сад в новом облике. Анапа – город чемпионов. Футбольный клуб одержал победу на краевом чемпионате. На бульваре Евскина начались работы по благоустройству территории. Все замечания, сделанные главой города, специалистом зеленстроя, архитектуры и ЖКХ, учтены. Глава Анапы Сергей Сергеев подчеркнул во время объезда города, что уже по одному тому, что бульвар носит имя Героя России Вячеслава Евскина, он не имеет права так выглядеть. Сомкнувшиеся кроны платана в развалившееся плиточное покрытие тротуара между двумя социальными объектами – не лучшее украшение зеленой пешеходной зоны. Вдохнуть в него вторую жизнь взяли специалисты зеленстроя и Оремстрой. В Ремстрой даже специально выделили еще одну бригаду для этих работ. Было принято решение навести в зеленом хозяйстве порядок, пусть провести обрезку платанов, разобрать и перебрать полностью тротуар, плюс сделать какую-то праздничную подсветку. Энергетики приводят в порядок электрические опоры, озеленители омолаживают кроны деревьев, долгожителей. Рабочие ремстроя снимают плиточное покрытие, чтобы подготовить подушку под новенький тротуар. Аллея будет по-своему уникальной. Платаны без болезни доживают до 300 лет. Правда, городская среда этот срок снижает, но зато их повышенная газа и дымоустойчивость делает эти деревья незаменимым и, главное, нечасто встречающимся украшением парков и скверов. Ремонтники пообещали подарить вторую жизнь бульвару в течение этого месяца. По распоряжению главы Анапы Сергея Сергеева продолжается благоустройство перекрестков курорта. В сентябре городские службы провели мониторинг перекрестков. Треугольные островки на Лермонтово, Советской, Астраханской и других городских улицах привели в порядок. Выкорчевали пни, взрыхлили землю, убрали строительный мусор, заменили почву, подходящую для посадки можжевельников. Сегодня первые можжевеловые саженцы украсили перекресток улиц Астраханской и Советской. Казацкий можжевельник – низкорослое растение. Обзор для водителей закрыт не будет даже спустя несколько лет. На очереди посадка газонной травы. К будущему курортному сезону перекрестки преобразятся на радость анапчанам и отдыхающим. В стеле, встречающей гостей на въезде в Анапу, придадут новый современный облик. Глава города убежден – все въездные группы должны быть современными и привлекательными. В стеле, встречающей гостей на въезде в Анапу, придадут новый современный облик. Поручение мэра Сергея Сергеева прозвучало во время рабочего объезда территории курорта. С момента появления архитектурная конструкция не менялась и морально устарела. Общую идею композиции сохранят, лишь добавят красок и полезных элементов. Вымощенную камнем, пешеходную дорожку, ступени для любителей фотографироваться, ночную декоративную подсветку. Мы рекомендовали применить яркие новые современные краски, провести работы по капитальному ремонту. Существующие элементы этой стелы, которые просто обозначить в яркие краски, например, так, как виноград покрасить золотым цветом, выделить элемент лоза, заменить существующие буквы, существует надпись города, курорт Анапа, потому что она немножко является непропорциональной. Забота о детях – вклад в будущее города и страны. По поручению главы курорта в детском саду номер 15 Силовитезева провели масштабный ремонт. Проведена подготовка к топительному сезону, промывка, опрессовка, система топления, подготовлена котельная. Малышей, родителей, пришедших на занятия в новом учебном году, ожидало немало приятных перемен. Во всех, без исключения, группах проведен косметический ремонт. На стенах появились расписные замки и любимые персонажи мультфильмов. Очередность детского дошкольного учреждения в селе Витязева по-прежнему вопрос актуальный. В новом учебном году в детском саду Дерфиненок открылась новая групповая секция за счет программы оптимизации пространства. Министерство образования края поставило в детский сад новую модульную мебель. Мебель практически вся уже смонтирована и готова к эксплуатации. В настоящее время детский сад посещает 361 ребенок. Остров стал вопрос капитального ремонта пищеблока. Мы сейчас заключили договор на полностью новое оборудование, где будет и параконвектомат, и картофеля чистка, и электрические печи с духовыми шкафами для более лучшего приготовления и быстрого. Преобразили стены. Вместо старой появилась новая современная плитка. Заменена проводка, освещение, канализация и водопровод. Деревянные двери сменились новыми пластиковыми. Площадь пищеблока расширили. Стоимость произведенных работ более полутора миллионов рублей. Были выделены из муниципального бюджета. Новое оборудование стоимостью более 500 тысяч рублей, которое завезут на днях, позволит повысить производительность и качество. Сейчас у нас ремонт на стадии завершения, но мы еще подаемся в программу на капитальный ремонт ограждения детского сада. Будет софинансирование, надеемся, что будет софинансирование края и местный бюджет, и будет у нас новое ограждение, новые секции заборные, новые ворота, потому что безопасность для деток превыше всего. Работать на такой кухне – одно удовольствие. Своё хорошее настроение через котлеты и борщи повара передадут и ребятам. Городской футбольный клуб «Анапа» показал лучший результат за всю историю футбола на курорте и стал чемпионом края. На родном поле стадиона «Спартак» в минувшее воскресенье команда футбольного клуба «Анапа» принимала команду «Кубань-3» из Краснодара. За напряженной игрой любимые команды пришли поболеть и старый мал, а новчане, как обычно, показали красивую игру. «Хожу, наверное, нечасто. Я очень рад, что как раз попал на такую яркую игру. И, наверное, когда мы на днях города честовали нашу команду, наверное, всё это как раз и сказалось, чтобы сегодня, наверное, это предпоследний финальный матч, когда действительно наши станут чемпионами. И дай бог, чтобы это было и дальше продолжалось. Мы очень рады, что у нас в городе вот такая яркая команда чемпионов». Надежды своих болельщиков футболисты оправдали на все 100%. Со счётом 6-1 разгромили противников. Отныне команда «Анапы» носит титул чемпионов. «Ответственный матч, конечно же. И поэтому молодцы наши, молодцы, что много сделали, много потрудились и отлично всё». Впервые за всю историю городского футбола наша команда стала обладателем Кубка Краснодарского края по футболу и победителем Высшей лиги краевого чемпионата. В середине ноября спортсменам городского футбольного клуба вручат Суперкубок Краснодарского края. Однако до этого момента им ещё предстоит поездка в Азов на Лигу чемпионов нужного федерального округа, где определится чемпион Юга России. «Эмоции, конечно, не описать. Всех анапчан поздравляют с победой, с долгожданной. Насколько я понял, они ждали этого очень. Так же, как и мы. Мы знали, что мы должны выиграть сегодня и обрадовать наших болельщиков. «А какие дальнейшие планы?» «У нас ещё четыре игры, и мы будем настраиваться на дальнейшие матчи, чтобы мы хотим закончить чемпионат в графе поражений ноль. Мы будем стараться идти к этому». В рамке чемпионов спортсменам футбольного клуба Анапа предстоят ещё четыре игры в рамках чемпионата. Всю серию игр Высшей лиги анапские футболисты провели без единого поражения и уверенной точкой загрепили свои победы в чемпионате. Спортсмены стали примером для подражания подрастающим мальчишкам. Поздравляем наших победителей. Анапа – чемпион. Осенний сезон – пора ослабления иммунитета, особенно для детского организма. Для ребятишек, которые не успели оздоровиться летом, администрация города-курорта предоставляет путёвки в санатории на октябрь-ноябрь текущего года. Родители детей, проживающих на территории Анапы в возрасте от 7 до 17 лет, могут обратиться в управление по делам семьи и детей по указанным телефонам. Путёвки предоставляются бесплатно. А завершит выпуск прогноз погоды. Во вторник, 13 октября, в Анапе пасмурно возможен дождь. Температура воздуха днём плюс 11-14 градусов. Ночью до 11 градусов тепла. Ветер восточный 8-11 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 14 градусов. Далее информация о партнёрах программы. Генеральный партнёр программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Осень, пора меняться. В магазине доступные и качественные одежды для детей и взрослых, модная школа, можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодёжные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова